Сейчас здесь будет происходить действительно важная вещь. Рынок хайпа и спекуляций, и ожиданий чего-то, что изменит мир. Сейчас это реально меняет мир. Спустя 3 года очень большой работы таких команд, как мы, по всему миру. Сейчас появляются реальные рабочие инструменты, продукты, которые позволяют выводить, в принципе, экономику на немножко новый уровень, цифровой. Это окончательно разделит мир на до и после. И, конечно же, сейчас самое идеальное время для перехода, потому что тот, кто сейчас включится в эту историю, тот уже станет органично частью этой экосистемы и будет получать все блага вот этих новых экономических моделей систем. Я думаю, для людей, которые будут смотреть это видео, лично мое пожелание, отложите сейчас телефоны, инстаграмы, все, что вас отвлекает, и погрузитесь на небольшое количество времени в это видео, потому что сейчас здесь будет происходить действительно важная вещь. Во-первых, для тех, кто, возможно, тебя не знает, расскажи в двух словах, кто такой Илья Чураков, свою историю. Всем привет. Я больше 15 лет в финансовой отрасли, управление финансами, банкинг. Потом я очень в один момент сильно переключился в IT-технологии. Финтех плюс IT – это системы дистанционного обучения, сервисы именно, на которых уже люди дальше проводят свое обучение. Ну и активнейшим образом с 2016 года мы пошли уже в рынок цифровых активов, блокчейн, во все эти истории. Расскажи про проект Криптериум, потому что я даже через своих знакомых, друзей, так или иначе, знал о вас еще тогда, вот в 2017 году. Расскажи, что удалось тогда сделать, и вот как проект чувствует себя сегодня? Когда в 2017 году пошел хайп на рынке, я стал членом команды, которые реализовывали проект именно цифрового банка. По сути, на рынок была выдвинута гипотеза, что этот рынок будет очень активно развиваться, и на этом рынке должен появиться оператор, как банк, который будет помогать связывать классические финансовые активы и цифровые активы. И мы выдвинули это предложение на рынок, и посредством очень интересной рекламной кампании, большого количества путешествий, встреч, конференций, в результате получилось собрать более 55 миллионов долларов с 70 тысяч инвесторов. Причем у вас 25 тысяч, а американцы. Причем, да. Обычно же от американцев открещиваются. Свои нюансы там, да. И получился очень мощный проект. И самое главное, что сейчас, сейчас в этом проекте, в этом банке обслуживается более 500 тысяч клиентов из 180 стран мира. Вот. Это очень сейчас мощное решение, которое уже входит в топ-50 цифровых необанков из этой категории. И, по сути, мы действительно стали неким провайдером, оператором, таким вот между классическими деньгами и цифровыми деньгами. Ну и, конечно же, заложили очень мощный фундамент для, в принципе, развития в этой отрасли. А она сейчас стала совершенно другой. Это не 17-й год. 17-й год это был рынок хайпа и спекуляций и ожиданий чего-то, что изменит мир. А сейчас это реально меняет мир. Спустя 3 года очень большой работы ежедневной таких команд, как мы, по всему миру. Сейчас появляются реальные рабочие инструменты, продукты, которые позволяют выводить, в принципе, экономику на немножко новый уровень, да, цифровой. Мы здесь достаточно сейчас становимся сильным игроком, делаем очень много интересных решений, активностей. Ну, я вот насколько со стороны наблюдаю за вами, то есть изначальное вот это вот движение банка, да, оно же сейчас расширяется. И если говорить, вот расскажи про, ну, про новую некую такую широкую версию проекта, про DAO, потому что я думаю, что для многих зрителей это тоже такая вещь, с которой они никогда не сталкивались. Да, ну, еще с самого начала, в 17-м году был заложен идейный фундамент того, как это все можно развивать. А сейчас появились реальные инструменты и самые, ну, в моем понимании, некая квинтэссенция развития блокчейн-технологий – это новые поколения организаций, которые называются DAO. DAO – это аббревиатура, именно децентрализованная автономная организация. То есть это, по сути, можно сравнить с акционерными обществами, только которые регистрируются на блокчейне и которые дают возможность большому пулу людей получать доходность и управлять организацией удаленно и децентрализованно. То есть это тот вид организаций, в которых нету какого-то одного там президента, руководителя там или что-то такое. То есть это пул собственников, которые могут управлять посредством владения токеном этой организации. И это очень мощная основа для развития именно комплексных экосистем. И то, что мы сейчас делаем, это именно проект DAO Consensus. Это бизнес-сообщество на базе блокчейна, которое объединяет очень интересные решения по рынку и создает единую экосистему, единую экономическую модель, в которой каждый пользователь имеет возможность получать доход от всех тех активностей, которые внутри происходят. От продуктов, услуг, сервисов, от тех бизнесов, которые туда заходят и развиваются. То есть это вот новое поколение организаций. То есть я правильно тебя понял? Человек заходит, покупает токен-акцию. Он скорее не покупает, он меняет свои деньги на внутреннюю уже валюту экосистемы и получает доступ ко всем инструментам, ресурсам, обучению, банкингу, маркетплейсу, продуктам, услугам. И от своей активности внутри он получает, ну в классическом понимании, кто-то говорит это там как кэшбэк или еще что, только это немножко другое. Это не только, это и партнерские разные механизмы. И он получает еще и доход от своей активности там внутри системы. То есть, соответственно, он является активным участником, сам как бы и клиентом каких-либо продуктов, и еще и акционером. И все это зафиксировано на блокчейне, и самое главное, что все это 100% прозрачно. И самое главное, что в основе лежит алгоритм. То есть мы убираем человеческий фактор, мы все финансовое вращение системы переводим на автоматизированный алгоритм. То есть он позволяет убрать риски схлопывания систем, когда деньги концентрируются в каком-то одном месте у одного, двоих, троих собственников, да. И либо что-то с ними происходит, либо еще что-то, и в общем в результате все рассыпается. Здесь работает в чистом виде алгоритм смарт-контракт, который автоматически распределяет все средства среди всех участников. И это позволяет этой системе масштабироваться и работать очень долгосрочно. То есть алгоритмы не имеют значения обрабатывать 10 долларов или обрабатывать 10 миллионов долларов, то есть или 100. Да, он просто делает свое дело. В результате все участники очень четко получают все как бы по всеми активностям. То есть нет вот этого некого такого, ну как, не бюрократического, а такого иерархического подхода, в который один человек может потянуть на себя все одеяло. Да, 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 да. То есть это вот принципиально новая модель. Они стали возможны благодаря технологии блокчейн, благодаря вот ее уже многократной доработке. То есть это стало возможным. И по сути это некий прообраз новых экономических моделей будущего. Лично я считаю, что на фоне общего падения рынка, который неизбежно, она только начинается на самом деле сейчас. Классического рынка. Классического рынка, да. То вот эти модели, они сейчас получат мощнейший импульс развития, потому что они некая альтернатива. Они работают по новым всем механизмам, они более устойчивые. И огромнейшее количество людей смогут перейти в эту историю и заработать. Конечно, это не для всех, безусловно. То есть мы не строим здесь, у нас нет каких-то там идеалистических таких моментов. Это только для тех, кто хоть чуть-чуть захочет в этом разобраться. Да, и перейти из классической экономики вот в эту вот как бы цифровую в международную. Там, знаете, мы сравниваем иногда вот классическое, как по земле, да, ходить. А цифровая это как вот по воздуху летать. То есть тут прям это немножко разное. Но при этом есть очень четкая связка, да, между вот как раз таки вот банк. Это и есть инструмент вот этой связки, да, между классическим миром и цифровым. Цифровым можно зарабатывать сейчас сумасшедшие деньги. Этот рынок вырос в 20 раз за последние полгода, да. Именно за счет того, что это смарт-контракты, что здесь все по-другому работает. И все мировые участники сюда идут сейчас. Очень большой объем капитала мирового сюда приходит, да. И за счет этого здесь можно зарабатывать огромный день. Даже рядовому человеку, который еще пока ничего про это не знает, но ему достаточно включиться, даже стать частью такой экосистемы, чуть-чуть подразобраться, и он уже, ему включается весь этот мир, да, доступ ко всем этим моментам. И на каких условиях вообще вот можно стать участником этой экосистемы? Какие есть вообще варианты? Да, варианты очень простые. Есть точки входа, по сути, человек меняет свой актив на внутреннюю валюту, то есть есть пакеты 10 долларов, 100 долларов, 300 долларов. Да, есть человек там заходит, то есть первое, он, соответственно, имеет, он получает за это внутренний токен, он уже может его использовать как там на маркетплейсе, на котором сейчас добавляются различные продукты, услуги, сервисы. Но все начинается, как правило, с обучения. То есть он заходит за эти же деньги, он уже сразу же получает доступ в обучение, ничего ему платить не нужно. При этом у него есть этот актив, который и растет в стоимости, потому что у нас только под реальные зашедших пользователей выпускаются вот эти вот токены, то есть под реальное обеспечение денег. На них сейчас запускается работа фонда, которые будут начисляться дивиденды. Вот, и по сути, человек начинает, сначала он чуть-чуть подразбирается, потом он может потреблять какие-то продукты, услуги внутри системы. Во-первых, они идут ему с дисконтом. Во-вторых, от каждого своего действия внутри системы партнерская часть, вот в классической экономике на любой продукт заложено где-то 40% это на маркетинг, на продвижение. Да, 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 да. Здесь это все обратно возвращается в систему. Часть самому пользователю и часть распределяется среди всех тех партнеров. Принципиальное отличие от этих всех систем, что все участники данных систем, они все друг с другом взаимосвязаны. И вот эта взаимосвязь, она тоже кладется на блокчейн, на смарт-контракты. И это дает возможность автоматически производить выплаты. То есть кто-то сделал какое-то действие, что-то приобрел, купил. В результате вся система от этого выиграла, получила какое-то распределение. Зашел какой-то новый бизнес с новым продуктом, услугой. Он стал реализовываться, все участники экосистемы от этого выиграли. Ну, то есть это новая экономическая модель, по сути. Ты говорил про то, что можно быть акционером со владельцем. То есть это от какого пакета или при каких условиях это можно? Ну, вот в данный момент сейчас участники, которые именно... То есть есть у компании 100% стоимости данного проекта, вот этого бизнес-сообщества. 100% оно приравнено сейчас к 10 тысячам токенов. Это ограниченные констокены, которые... То есть их больше выпущено не будет? Больше их выпущено не будет. То есть только, может, через какое-то время по решению акционеров оно, в принципе, возможно. Но генерально сейчас, как все сейчас зашито, нет. То есть вот есть 10 тысяч, и как бы они распределяются среди участников. Дальше, соответственно, на них распределяются дивиденды от активности всего, всей этой модели. И участники через голосование, вот владелец этого констокена, он принимает в участии голосование принятие ключевых решений. Там запускать тот или иной продукт, какой будет объем и выплаты дивиденды. Взаимодействие, то есть у проекта в любом случае... То есть люди, которые сегодня смотрят это видео, могут сегодня зайти и завтра принимать решение в управлении? Они, да, могут принимать участие в управлении. Но при заходе какой-то суммы или при выполнении какого-то условия? Ну, сейчас в данный момент, да, заход, то есть сейчас стоимость одной акции, она равна 5 тысячам долларов в данный момент. То есть это уже как бы человек заходит в статус акционера. Он попадает в специальную как бы группу, там уже, ну вот сейчас все эти процессы настраиваются. То есть проект, он сейчас находится на своей стартовой стадии. Официально он стартанул буквально там 11 декабря. Но сейчас уже более 5 тысяч участников, уже больше там 45 городов, 8 стран. Это только-только начало всего этого дела, потому что мы являемся кейсом сейчас, прецедентом. И много кто в нашей сфере, кто-то уже раньше как бы, ну, пытались делать какие-то запуски, но только сейчас рынок дозрел для того, чтобы это по-настоящему можно было масштабировать. Круто. А вот. А как ты смотришь, что будет к концу 21 года? Ну, какие у вас планы, да, на год у DAO Consensus? Немножко в цифрах, да, вот, то есть где вы примерно будете по твоим внутренним ощущениям? Ну, по моим внутренним ощущениям, у нас будет более 100 тысяч участников. У нас сейчас нету задачи в текущей стадии там масштабироваться в миллионы. У нас задача сейчас качественно отработать все механизмы взаимодействия, отработать механизм взаимодействия смарт-контракта, участников, выплаты дивидендов. То есть наша задача сейчас отработать эти механики. Наша задача сейчас отработать присутствие в регионах, в разных странах. То есть, ну, вот сейчас вот мы активно через Дубай работаем, потому что он более-менее открыт для мирового сообщества. Вот. И я думаю, что это будет где-то порядка, ну, активных более 40 стран участников, более 100 тысяч человек. У нас активно, как у бизнес-ассоциации, каждый месяц проводят мероприятия. Будет очень интересное, мощное мероприятие в феврале, в марте. Вот в марте, скорее всего, мы будем здесь, в Дубае делать крупные мероприятия. Как там? Это закрытое мероприятие или любой участник? Нет, ну, нет, это будет закрытое мероприятие только для членов именно бизнес-сообщества. Но открытые какие-то мероприятия? Ну, открытые, нет, участники. Открытые будут в феврале, например, то есть в марте-то будет уже кто внутри. Я понял. Да, но это у нас нету какого-то жесткого там прям ограничения, да, то есть. Но нас интересуют в первую очередь те люди, которые горят этой темой, которым интересны вот эти вот новые экономические модели, которые чувствуют в них инструменты заработка, которые не боятся что-то изучать новое. Вот этих людей мы как бы собираем, ждем. Они получают мощнейший синергетический эффект, когда все собираются вместе. И, ну, как бы мы привозим самых лучшего мирового уровня топовых специалистов в этой области, которые рассказывают. Поэтому это, конечно, крайне интересные мероприятия. То есть за год у нас будет порядка 12 мероприятий, открытых, закрытых. Каждый месяц у нас идут сейчас регулярные ивенты. Это и онлайн-саммиты, и живые мероприятия. То есть здесь такая достаточно интенсивная ведется работа. Будет запущено более семи инфраструктурных продуктов. Банк, маркетплейс. Там сейчас, ну, целый набор пока не могу анонсировать, как бы, но готовится сейчас к запуску уже. Вот. Смарт-контракт, мы уже доводим его до прям вот такого максимально идеального состояния, чтобы мы могли масштабироваться там в любые объемы. Слушай, ну, это очень, очень интересно, потому что сейчас, ну, вот, знаешь, у меня какая-то внутренняя такая ситуация. То есть вот 20-й год такой максимально стал непонятным в жизни многих людей. Многие, я думаю, предприниматели, которые смотрят, столкнулись с такими сюрпризами в жизни. И на самом деле сейчас такой момент, когда действительно вот много людей смотрят на то, а вот что дальше. И, ну, вот лично для меня ты и то, что вы сейчас делаете, оно в какой-то мере отвечает на этот вопрос и выводит на некую такую, ну, скажем, не хочется, да, чтобы все это превратилось там в цифровой концлагерь, да, а вы предлагаете такой, ну, скажем, экологичный способ построения общества на базе тех принципов, которые мы, наверное, действительно и заслуживаем давно. То есть взять ответственность за свою жизнь в свои руки, да, и строить то будущее там, которое, которое сами хотим. Да, сто процентов, вот, ты абсолютно прав. Сейчас происходит стадия перелома мощнейшего. Фактически 21 год это будет первый старт этого перелома и, скорее всего, за 22-й, за 23-й это окончательно разделит мир на до и после. И разделит группы людей, которые часть останутся в этом классическом мире, как бы часть перейдут в этот цифровой мир, сто процентов. И, конечно же, сейчас самое идеальное время для вот этой вот некого перехода, адаптации, для изучения, потому что тот, кто сейчас включится в эту историю, тот уже станет органично частью, как бы, этой экосистемы, будет получать все блага вот этих новых экономических моделей систем. И абсолютно ты прав, то есть наша цель, мы, то есть есть вот, как бы, киберпанк, да, и, как бы, эко-техно-лайф, да, мы так вот разделяем. То есть в модели киберпанка, как бы, технология, так скажем так, имеет человека, да, то есть как бы... Стоит над человеком. Над человеком, да. То, что мы делаем, мы человека ставим над технологией, то есть мы заставляем, чтобы вся эта технология работала на благо человечества, на человека, да, во благо конкретного сообщества. Мы не улетаем в какие-то иллюзии, да, то есть мы берем достаточно ограниченный конкретный пласт людей, которые вот понимают, что они делают, да, То есть создаем вот эту экономическую модель. И вот эта группа людей, у которых это может быть 10-100 тысяч человек, 1 миллион человек. Не знаю, посмотрим, до чего все это дойдет. Но вот они будут частью экосистемы, будут получать все блага этой экосистемы. И все эти технологии, блокчейн, все это же просто. Блокчейн это система верификации, регистрации, которая просто работает как технология на весь мир. Они будут работать на этого человека, фиксировать его права. А смарт-контракты будут автоматически переводить средства человеку. Не будет какого-то другого человека, который будет сидеть и думать, отправить ему деньги или не отправить ему деньги. Это все будет работать через смарт-контракт. То есть вот эти все механизмы мы будем настраивать, автоматизировать на благо наших участников. Конечно же это в чистом виде такой, отчасти это социальный эксперимент. Называть вещи своими именами. Мы не знаем, что в конечном счете получится. Но цели нашей задачи такие. И мы подкрепляем это конкретными технологиями, продуктами. Все это сейчас идет, внедряется. Друзья, если вам вдруг по какой-то причине стал интересен проект DAO Consensus, я оставлю в описании к этому видео все ссылки, как с вами можно связаться или как стать участником проекта. Теперь от меня большое спасибо за то, что ты несешь вот эту вот информацию, знания, знакомишь людей с тем, что находится, как я это вижу, знаешь, на гребне волны. Даже немножко вот впереди этого гребня. И я думаю, что как раз обладая правильными знаниями, у вас уже будут инструментарии для того, чтобы принять собственное решение и сделать свой выбор, в каком направлении вам идти. Друзья, тебе спасибо большое. Да, спасибо. И желаю удачи, желаю, чтобы в этом, чтобы в 2021 году было не 100 тысяч, а миллион человек дал конца. Нам не надо миллион, нам нужно 100 тысяч. Желаю 100 тысяч. Спасибо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.